Рад приветствовать на канале Коинпост. Этого не ожидал никто, но биткоин вырос на 8% благодаря поддержке ФРС США и лично её главы Джерома Пауэлла. Кстати, вы знаете, что по одной из версий создания биткоина он является секретной разработкой ЦРУ. А тут ещё и ФРС за криптовалюты заступились. Ладно, давайте уберём в сторону теории заговора и разберёмся, что происходит на самом деле. О чём говорили от имени ФРС ИСЕК, чего на самом деле ждать в регулировании криптовалют, а также как эти события повлияли на рынок и какие ожидания по цене биткоина в четвёртом квартале 2021 года. А ведь он является наиболее удачным в плане роста цены согласно статистике. Есть даже прогноз на 135 тысяч в декабре, и его мы тоже разберём. Плюс назову важные уровни цены, на которые буду смотреть сам, чтобы понять, быки или медведи будут выигрыши этой осенью и зимой. Друзья, спасибо за вашу поддержку в виде лайков, она важна как лично мне, так и для всего Коинпост. Мы начинаем. Регулирование криптовалют – это основной тренд, как минимум второй половины 2021 года. Хотя по факту американские чиновники больше разговаривают, чем делают, но сигналы мы получаем вполне прямые. Главный из них без сомнения прозвучал вчера во время слушаний в Конгрессе. Глава ФРС и повелитель печатного станка Джером Пауэлл заявил, что у него нет в планах бана криптовалют. Он отметил, что цифровые валюты центральных банков могут заменить часть криптовалют, выполняя те же функции, и подчеркнул, что некоторые из них требуют государственного регулирования. В переводе на понятный язык Джером говорил о том, что не будет жесткого запрета биткоина. Хотите им торговать, хранить в нем деньги, рассчитываться между собой – это ваше право. Но компании, которые выпускают криптовалюты и в первую очередь стейблкоины, что по сути является тем же самым, что делает ФРС, печатая доллары, должны быть взяты под государственный контроль. И тут тоже все ясно. Делиться такой властью, как создание денег, никто не хочет. В Конгрессе США дополнительно указали, что резервы стейблкоинов должны на 100% состоять из наличных или их эквивалентов. Кроме того, данные средства должны находиться в проверенных банках, то есть тех, что под колпаком у ФРС. Аудит балансов следует проводить на регулярной основе. Не менее важной новостью, а может даже бомбой замедленного действия, стали намеки главы SEC Гэри Гэнслера на возможность одобрения биткоин-этф. Это не будет классический ETF-фонд, которым когда-нибудь мечтает стать криптофонд Grayscale. Но Мистер Гэри считает возможным одобрение заявки на фонд, в котором в качестве обеспечения будут использоваться фьючерсы на биткоин, что торгуются на регулируемой бирже финансовых деревоативов CME. Таких заявок на рассмотрение у SEC несколько. И Гэнслер ждет, что решат его подчиненные. Но по факту это такие установки, что их как минимум не стоит сразу отклонять, а как максимум можно подумать над одобрением. Конечно, я помню одну неприятную историю, когда фьючерсы на CME сначала стали поводом для финального полета биткоина на 20 тысяч в декабре 2017 года. А потом рынок долго валился вниз и как оказалось, одобрили данный торговый инструмент как раз специально, чтобы сдуть пузырь на криптовалютном рынке. В общем, есть неприятный эффект дежавю. Опять CME, опять обещание нового крутого финансового инструмента. Как бы история не повторилась. С другой стороны, подтверждение на запуск биткоин-этф в США может стать тем самым крутым поводом, который полностью развернет рынок. Пока ничего подобного нет и биткоин стагнирует. Поэтому следим, как эта ситуация будет развиваться дальше. И не забываем про других регуляторов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами уже выставила претензию криптобиржи Kraken на 1,25 миллиона долларов за услуги маржинальной торговли без лицензии. А теперь собирается оштрафовать еще 12 криптокомпаний по аналогичной статье. Но это еще нормально. Гораздо жестче обстоят дела в Китае. Там продолжают добивать майнеров. Уже два крупных майнинг-пула по добыче эфириум объявили о прекращении работы. Охота на майнеров идет в каждой провинции. Потому что в Китае прямо сейчас происходит энергетический кризис из-за высоких цен на уголь. Сообщается, что некоторые небольшие предприятия уже прекратили работу или запитываются от дизельных электрогенераторов. Потому что электричества банально не хватает. Кстати, по той же причине в Казахстане все больше говорят о введении временного запрета на добычу криптовалют. Потому что банально не хватает электричества. И поэтому очень хорошо, что существует такая страна как Сальвадор, президент которой Наиб Букеле сообщил, что пока это еще тестирование, но они уже успели намайнить свои первые биткоины при помощи вулканической энергии. Теперь он может спокойно менять статус в Твиттер самого крутого диктатора в мире на диктатора вулканов. От регулирования переходим к разбору по цене биткоина и прогнозу на конец этого года. После информации, что может быть вам интересно. Активность регулятора в отношении криптовалют увеличивает интерес людей к децентрализованным финансам. Поэтому хочу обратить внимание на новый протокол DeFi для торговли синтетическими активами, Ищуа. Сервис позволяет выпускать и торговать токенами, привязанными к стоимости реальных активов. Например, акций, индексов и сырьевых товаров. То есть, можно заниматься трейдингом на любом финансовом рынке, без необходимости открывать брокерский счет и проходить KYC процедуры. Пользователи протокола Ищуа будут зарабатывать как на процессе самой торговли, так и за счет выпуска токенов и предоставления ликвидности. Также есть вознаграждение за участие в развитии проекта. Чем активнее пользователь, тем больше он получит внутренних токенов IPT. Они нужны для оплаты комиссий за пользование сервисом и дают право голоса при принятии решений о будущем проекта. DeFi Ищуа запущен на блокчейне Polygon, чтобы его пользователи не разорились на транзакциях в сети Ethereum и имеет важное отличие от подобных проектов. Как правило, при выпуске активов от пользователя требуется повышенный залог на покрытие высокой влатильности базового актива. В протоколе Ищуа в качестве залогового обеспечения используют только стейблкоины, поэтому не нужно вносить повышенный залог. А в пулах ликвидности применяется система длинного и короткого токенов. Когда один дешевеет, второй растет в цене и наоборот. Добавив ликвидность в оба токена, пользователь сводит риски непостоянных потерь до 3%, когда у других сервисов они порядка 10%. Подробнее про протокол DeFi Ищуа можно узнать по ссылке в описании. В момент работы над видео цена биткоина ведет себя следующим образом. Мы пробили нисходящий тренд, что начался 7 сентября. Хорошая заявка на завершение текущей коррекции. А на четырехчасовом графике можно найти незаконченный треугольник, из которого курс вышел вверх. Цель по такому движению 47200 долларов и биткоин практически находится на данной отметке. Вот и не верь после этого в технический анализ. По скользящим средним у нас выдержала поддержка на 100-дневной линии. И прямо сейчас у меня цена пробивает 200-дневную и 50-дневную скользящие. Помните, 14 сентября на графике появился золотой крест, как один из вариантов развития событий. Именно он, наконец-то, вступил в игру. Стоит ли по этому поводу впадать в эйфорию? Ведь сегодня биткоин показывает действительно сильное восходящее движение. Друзья, тут на самом деле каждый должен принимать решения только за себя. Потому что ситуация с рынком криптовалют всегда неоднозначная. Например, криптоаналитик PlanB снова поверил в свою модель Stock to Flow и дал новый прогноз на основании закрытия сентября. Он отмечает, что ключевые уровни 47 тысяч в августе и 43 в сентябре подтвердились, и дальше в октябре мы должны закрыть месяц выше 63 тысяч. В ноябре подберемся до 98 и 135 тысяч долларов в декабре 2021 года. Крутой прогноз с двумя подтверждениями от PlanB. И напомню, что вчера я выпустил видео с прогнозом от настоящего биткоин-ходлера, который купил первые монеты на 3,5 доллара и ничего не продавал в течение 10 лет. Если пропустили, в описании видео и на экране в подсказках будет ссылка. Его прогноз вас точно удивит. Более того, там есть важный совет для тех, кто недавно узнал о криптовалютах. Так что я там говорил про осторожность на крипторынке. Смотрите, мы второй раз во время этого цикла отскакиваем от 50-недельной скользящей средней. Это крайне мощная поддержка, но как обычно ведет себя биткоин, когда приходит к этой линии. Вот 2019 год. Тренд на рынке явно нисходящий. После второго подтверждения рухнули на дно. Хотя тут стоит сделать скидку на начало коронакризиса. А вот 2018 год. Снова медвежий рынок и снова падение на дно после второго касания. Или 2014 год и снова аналогичная ситуация. Два касания и на дно. Причем на медвежьем рынке. Сейчас мы вроде как отскакиваем, но это недельный график и события на нем разворачиваются в разы медленнее. Поэтому такой оскок очень быстро может измениться в совершенно другую сторону. Единственная похожая ситуация, когда падающий биткоин дважды отскакивал от 50-недельной скользящей, была в 2013 году. Это бычья картина, что является косвенным подтверждением теории, что текущий цикл будет иметь двойной пик и сейчас как раз идет подготовка перед тем, чтобы обновить текущий максимум цены. Итого против одного в пользу медведей. Но это не значит, что сейчас счет не станет 3 против 2. И это действительно не восстановление рынка. Более того, никто не знает, как и что будет дальше. И не может знать. Но каждый из нас может проводить собственный анализ ситуации и принимать решение, кого поддержать – продавцов или покупателей. Я никогда не даю вам финансовых советов, а лишь делюсь собственными наблюдениями и сейчас, хочу рассказать о том, на основании чего буду принимать решение о дальнейшей судьбе биткоина в 2021 году. Это не новости и не прогнозы, как говорил недавно. Единственный достоверный индикатор состояния рынка – это цена. Поэтому первым звонком лично для меня в пользу быков будет рост выше 53 тысяч долларов, он же максимум сентября. А следующая цель – 64 тысячи долларов. Это текущий исторический максимум. И обратные контрольные точки для медведей. Первая – падение ниже 40 тысяч долларов, и вторая – ниже 28 тысяч. Судя по рынку, сегодня нас ждут интересные выходные. Чтобы оставаться на связи и быть в курсе событий, в закрепленном комментарии под видео оставлю ссылку на наш канал в Телеграм, который веду лично без перерывов на выходные. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и будь в плюсе.